Никто никому не посуживал, чтобы никто не ушел вот с антиулыбкой на лице, чтобы все было как надо. А сейчас я прочитаю про конкурс, который, мягко говоря, как не должно быть. Мальчишки и девчонки, а также их родители, о результатах конкурса проведать мне родители несет по мыльным ящикам настырно и навязчиво дурацкая-дурацкая сорока на хвосте. Ах, вы еще не видели? Не видели? Не видели? Какие там журители, какие победители и как их ненавидели? Смотрите в лонг-листе. Четыре тысячи подано, из Питера и Гродно, под Уистона Хью одано, про боженьку и родину, до тысячу грехов. Все куплено и продано, в карманы верно подданы, положено на противенье, ввелась такая мода на стихи, где нет стихов. Отсутствие поэзии. Представьте где? В поэзии. Конечно же, в поэзии. А кто у нас призер? На первом месте жуткое, второе, а не шутка ли, а третье, а скажу-ка я, позор, позор, позор. Молчали в тряпку критики, в бронежилетку нытики, согнувшись под политики архилловой пятой. Таков закон энклитики, сократики, герклидики, глотай энксиолитики за пив их правотой. Призеры и просравшие, на свете все проспавшие, встряхнитесь ото сна уже и вычистите хлев. А собственного мнения, сияния, затмения, такое впечатление, что этот конкурс блеф. А где же у нас поэзия? Куда она повесила свой плащ, свой нос и знамя, чья ткань дождем тяжка? На то она поэзия, чтоб было ей не весело, чтоб ей в лицо Белграды с гадкого смешка и псевдоликования, на бога упования и стухлого яичка и третий пирожка. Она одно название, протестное не с вами я, да что угодно в сущности, но не соревнования в чужой некомпетентности и высоте прыжка.